В эфире телеканала Самара ГИС при своем мнении Инга Пеннер. Здравствуйте. Бег с препятствиями. Начало июня для Самарской мэрии ознаменовалось громкими отставками. Сразу два высокопоставленных чиновника распрощались со своими кабинетами. Главы Куйбышевского и Железнодорожного районов почти одновременно написали заявление. Не успевали за темпом работы, так отозвался об этих увольнениях мэр Самары. При этом Дмитрий Азаров не исключил, что кадровые ротации или чистки, кому как больше нравится, продолжатся. Цитата «Индульгенции нет ни у кого». Почевать на лаврах нет возможности ни у кого. Работы очень много. Не случайно рабочий день у многих моих коллег, как у меня, по 16-18 часов длится. Нужно очень активно двигаться, быстрее бежать, чтобы успевать за возрастающими требованиями у горожан. То, что в этом беге на длинную дистанцию поблажек не будет, еще раз стало очевидно после совещания, на котором случился жесткий разбор полетов. Заместителю главы Железнодорожного района, ее начальник на тот момент уже ушел на биржу труда, высказали за местное почтовое отделение, которому межсезонье ни пройти, ни проехать. Мы что-то предпринимаем в этом году, чтобы ситуацию изменить. Что в осень там не погрызили, люди хлюпали по пешеходной зоне. Ну, в том году еще ищет, и рассыпали с работой, понять, что у вас такая ручная зона. Я не очень понимаю ответ ваш. Коллеги, у нас это стоит в поручениях жителей при отчетных встречах. Значит, этот вопрос должен быть решен. Коллеги, вот я когда по городу еду и хожу, я не случайно вам звоню. Я не понимаю, как вы проходите мимо того, что вы замечаете. Или не замечаете, или глаз замылился. Замылился глаз, давайте протирать буду я вам лично. Я не понимаю, как вы мимо можете проходить таких вещей. Чиновникам Октябрьского района досталось за нечищенный бульвар Челюскинцев. Если они даже закреплены замопами, это не означает, что главе района не нужно зайти туда, посмотреть, сунуть свой нос в эти дела. Не бойтесь. И навести порядок. О главе Самарского района за беспорядки на Ленинградской, по которой вечерами ходить стало просто опасно, мэр дал понять, такая ситуация его категорически не устраивает. Странно, что мне это нужно повторять. Александр Викторович, замечания по Маргун, замечания по Ленинградской я сделал в период вашего отсутствия очень много. Пожалуйста, все это приведите в порядок. И в том числе с РУВД наконец-то там выстроить и работу. Устал я жалобы слушать. Александр Викторович, справляйтесь там, как следует. Чтобы ситуация была тоже и контролируемая, и улица была чистая. Пешеходная Ленинградская и впрямь в последнее время полна контрастов. На одном конце Самарского Арбата царят любовь. Я у девушки прощения упрощаю. И голуби. Ломают головы интеллектуалы. А по соседству в подворотне, где обычно устраивает вернисаж художники, собирается развеселая публика. Самара городок, беспокойная я, беспокойная я. Успокойте меня. Самара городок, беспокойная я. Покажи, что он у него. Портвейн, чуваки. Ха-ха-ха. Хорош, ты мне так. Палево-палево. Ты х**а. Рок над Ленинградской. Самарский Арбат всегда привлекал неформалов. Особенно много сейчас, когда неделю назад под Самарой гремел рок над Волгой. Автостопщики, фанаты со всей страны стали стягиваться в город задолго до фестиваля. Кое-кто задержался по его окончанию. Со всеми вытекающими последствиями. Людей очень много, бухают вообще просто. Автостопщиков вообще много. Их просто нужно всех отсюда, короче, гнать. А местные жители не жалуют, что собирают? Местные жители, они нас водой. Они уже плюнули. Они нас водой обливают, мы не боимся. Инциденты бывают такие, с драками всегда бывают. А полицию вообще часто здесь видите? Полицию видим, да, но, повторябно говоря, не очень часто. О, шеф, извини нас, освежи лучше нас, шеф. Он сидит убитый, ему подбили глаз. Этот сидит вообще в хлам убитый. Он сидит в хлам убитый. У нас кто-то пытается играть. Ее зовут Багира. Укращать весь этот зоопарк приходится главе Самарского района. Александр Маргун признается, его рабочий день начинается с променада по Ленинградской, им же и заканчивается. Компании бывают разные. Соответственно, сейчас мы вызовем наряд полиции, чтобы они немножко навели здесь порядок. Так действительно, чуть-чуть стало получше. Но вызывать полицию пришлось даже раньше, чем закончилось интервью. Полиция, значит, ну вот вы сами видите, то, что я сказал. Полиция, значит... Юный любитель рок-н-ролла на этом не успокаивается. Через несколько минут он вновь догоняет нашу съемочную группу. Ну, бывают, я говорю, такие вот эксцессы. Поэтому сейчас вот, можешь сказать, вот вы в прямом эфире все это засняли. То есть, весь срез... Дай этот телефон. Алло, Игорь, давай быстро Ленинградская в район, значит, торгового центра «Опера». Тут сейчас на нас нападение совершили. Чудо в шортах, в сланцах, с длинными волосами. Майку он уже снял, уже с голым пузом. Давай сюда быстро кого-то. Да, он уже голый по пояс. Давай быстро сюда. После того, как сделали новую набережную, как отремонтировали, там, соответственно, после этого стала Европа. И, естественно, люди уже не ходят туда пить спиртные напитки, они просто ходят туда, чтобы отдохнуть. Поэтому они все, наверное, сюда и переместились. И сейчас, да, сейчас. Да, устроения такого не было. Полицейские, надо отдать им должное, пребывают в считанные минуты. В карманах есть что запрещенное? Ничего вообще подобного. У меня в карманах вот презервативы. Держите в руках. В задних карманах медиатор и сим-карта. С этим джентльменским набором Смутьяна увозят в отделение. А глава Самарского района признается, то, что сейчас происходит на Ленинградской еще цветочки. Когда его только назначили, ему приходилось и лично драки разнимать. Я там зам, второй зам. Мы еще с собой брали водителей. То есть мы шли, да. Потому что шли, там просто, просто так вот пьяная молодежь подходила, хватало за пиджак и говорила, а что вы здесь такие нарядные ходите? То есть было действительно такое. И постоянно мы на связи с полицией. Ну, раньше я иногда бывало за один, два, три раза вызывал вечером полицейских. Теперь полицейские, обещает Маргун, будут патрулировать Ленинградскую круглосуточно. К тому же на улице установят дополнительные камеры наблюдения. До часа ночи будут здесь полицейские, чтобы вот, как вы сейчас видели, инцидент, чтобы таких инцидентов не было. Со временем у кого есть мозги, они научатся и поймут. У кого нет мозгов, я думаю, силами полиции мы приведем их в чувство. Две лавочки вот эти и одна лавочка вот эта прогнута. Ну, конечно, мы будем исправлять, будем это восстанавливать. На бульваре Челюскинцев, который недавно отреставрировали, куда более спокойнее, чем на Ленинградской. Но и здесь, после критики мэра, спешно проводят работу над ошибками. Стригут газоны, зачищают граффити. По современным технологиям с помощью парогенератора краска просто смывается со стены. И по старинке. Этот забор теннисного корта закрашивают уже в четвертый раз. Но волонтеры не теряют оптимизма. Исправить можно только личным примером, что мы и делаем. Вот. И он станет снова зелененький, как кузнечик. По Автемирскому району? Да. Ой, сколько у меня к вам вопрос? Да, да, да. Это не может не радовать. Бира, чисто. Мы уходим здесь, наслаждаемся этим, этой улицей. Очень нравится сейчас, вот как сквер сделали. Только люди у нас не очень воспитанные. Отлично, хорошо, вот эта травка вот не взошла кое-где. Нет предела совершенства. Да, иногда где-то глаз замыливается. Да, иногда где-то руки не доходят, потому что других проблем хватает. Поэтому иногда расставляешь приоритеты по-другому. Оставляешь немножко там, но потом. Поэтому выходим и начинаем работать с удвоенной энергией. Штрафной удар. Удовольствие наплевать в душу горожан из сомнительного превратилось еще и в дорогое. За нарушения в сфере ЖКХ и благоустройство теперь заставляют платить по полной. Новые расценки, а санкции выросли в разы, стали действовать с марта. И не все предприниматели это сразу осознали. Это рис. Посмотри, сколько цветов. Накидали какой-то травы, мусору. В середине апреля этого года улица Владимирская. Аварийный ремонт и газон на возле дома как не бывало. До слез доходят. Вот в прошлом году у меня весь цветник расцвел. Цветы, у меня и тюльпаны, и все. Ну, всякие разные у меня цветы. Все раскопали. Тогда жители лишились не только цветов. Им без предупреждения отключили воду, горячую и холодную, на два дня. Мы платим коммунальные услуги и все прочее. За все, за всякие мелочи. Чихнешь – плати, чихнешь – плати. А кто нам будет платить за это вот неудобство? За испорченный газон, незаконные земельные работы, раскошилиться придется по программе «Максимум». Это раньше юрлицы могли отделаться штрафом в 20 тысяч. Сейчас санкции доходят до 500, а при повторном нарушении – до миллиона. За два месяца административные комиссии привели в чувство, и те фирмы, чьи сотрудники паркуются на газонах, и строители, что не устанавливают пункты мойки колес, или роют траншеи там, где это не положено. Как это сделала Ремстройкомпания. Строительная площадка признана незаконно. Идут судебные процессы. Судебные процессы организованы со стороны жителей дома, так как они против, чтобы здесь кто-то строил. Соответственно, траншеи разрыты вот здесь, по периметру стройки. И с обратной стороны, давайте посмотрим. Эту контору оштрафовали на 300 тысяч рублей. Теперь, спустя месяц, после первого визита, глава административной комиссии Артур Сидоренко проверяет, насколько добросовестно бизнесмены убрали за собой. Видите, да, что здесь вот есть следы вскрытий. Вот здесь непосредственно была траншея. Но сейчас она осталась за забором. Но они ликвидировали то, что вы просили ликвидировать? Как вас вы не видите? На данный момент мы видим, что траншея сама ликвидирована. То есть о благоустройстве, конечно, говорить рано. Естественно, если бы штраф был 3 тысячи рублей, 2 тысячи рублей, ну что для организации, у которой подряд на миллион, на два, они бы им проще было оплатить. Но до настоящего времени, по таким вскрытиям незаконным, людям было проще оплатить штраф 3 тысячи рублей, там, или 5 тысяч рублей, чем идти оформлять документально. То есть, естественно, эффект есть. По новым штрафным расценкам, административные комиссии за два месяца составили более 500 протоколов почти на 900 тысяч рублей. Но эту парадную статистику портит много обстоятельств. Во-первых, каждый второй нарушитель идет в суд. Ну а там их, как правило, редко наказывают по полной. Вот те же графитчики. Штрафы за их увлечение, конечно, выросли до 5 тысяч рублей. Но для начала их надо поймать, что называется, за руку. А потом еще суде доказать, что гуманный подход только портит всю идею. Судьи рассматривают эти правонарушения не как социально опасные. Это не явный криминал, скажем, какой. Поэтому иногда суды принимают не то, что в сторону нарушителя, а просто снисходительно относятся. Есть и еще одна ложка дегтя от общей суммы наложенных штрафов взыскать пока удалось не более 6%. И эти факты стали предметом весьма неприятного разговора в мэрии. Какой смысл тогда от высоких штрафов? Если только 6% вы взыскали. Ну, не страшно, не будут вас бояться. У людей складывается ощущение, что полная безнаказанность. Полная безнаказанность у жителей города. Потому что позиция вялая, Александр Федорович. Потому что не доводим до конца, не дожимаем ситуацию. Отмечаем недовлетворительную работу двух департаментов в этой части совершенно однозначно. Готовьте мне служебные записки, выводы, организационные выводы, и как вы ситуацию будете менять. Люди совершают правонарушения в Самаре, а жить могут быть в Махачкале, в Москве, в другом каком-то городе. Как там взыскивают судебные приставы, как они там работают, мы не знаем. Относительно, допустим, штрафов, которые на жителей Самары накладываются, у нас достаточно хорошие такие деловые взаимоотношения со службой судебных приставов. Конечно, взаимодействие с мэрией необходимо. Могу сказать больше, что на днях у нас состоится встреча, о которой говорил мэр города. Я думаю, работа наладится и пойдет своим ходом. Потому что все новое, оно, сами понимаете, потихонечку раскачивается, потом очень быстро все нормально пойдет. Городу мы вернем те деньги, которые должны ему эти должники. Кстати, если кому-то кажется, что новые санкции слишком суровы, напомню о том, как наказывают в толерантной Европе. Так, к примеру, в Британии те же графитчики вполне могут по обвинению в причинении имущественного вреда и в тюрьму загреметь годы на два. И штраф выплатить до миллионов фунтов стерлингов. Ну а за мусор под окнами там карают не только юрлиц, но и граждан. Если вы надумали складировать хлам в собственном саду, готовьте 3000 евро. Так что нам еще есть к чему стремиться. Ну а у меня на сегодня все. Удачи вам. Увидимся.